Ребят, всем привет! С вами Сергей Черков. В этом видео мы поговорим о том, как создать кнопку. Казалось бы, что может быть проще, но на самом деле есть нюансы. Я вам покажу три способа. Первый из них это будет с помощью ректанглов, второй с помощью фрейма и третий, мой любимый, с помощью автолеянка. Далее мы создадим небольшие микроанимации с помощью интерактивных компонентов и заанимируем это все в прототипе, посмотрим, как это работает. Не забываем ставить лайк под этим видео, писать в комментариях темы, которые вас интересуют и, конечно же, подписываться на мой канал, чтобы не пропустить другие полезные и интересные видео. Ну что, давайте не будем затягивать, погнали! Ребят, перед тем, как мы начнем создавать наши крутые кнопки, давайте посмотрим на несколько правил и рекомендаций. Первое, на что стоит обратить внимание и, наверное, самое главное, это пропорции и размеры внутренней паддинги, так называемые, внутри самой кнопки. Посмотрите на эту кнопку, она красивая, не только потому, что у нее интересный такой синий цвет, но и потому, что обратите внимание на размеры внутри. То есть у нас ширина по ширине, она больше, чем по высоте. У нас есть здесь внутренний отступ, то есть слева и справа по 28 пикселей, сверху и снизу по 16 пикселей. Это примерное значение, у вас могут быть другие какие-то, например, по 32 справа и слева, а сверху и снизу, может быть, там, например, вы захотите по 18 делать или по 20. Но тут очень тонкая грань, все зависит от того, какой у вас внутренний еще идет кегель самого шрифта. Ну, примерно я могу так сказать, что если у вас 16 пикселей, например, идет размер шрифта, то паддинги внутренние сверху и снизу тоже должны быть 16, может быть, там, 20 в этом диапазоне, то есть не слишком большие. Давайте посмотрим на плохой пример этой реализации такой кнопки. Плохие примеры это когда у нас очень узкая кнопка, у нас здесь, смотрите, по 4 пикселя всего лишь по бокам, при этом 16 по высоте, а здесь, наоборот, слишком широко, очень большие внутренние паддинги слева и справа, то есть она супер длинная, как колбаса. Это тоже плохо очень выглядит. Далее вариант такой, что у нас хорошие отступы слева и справа по 28 пикселей, но при этом она очень такая короткая и небольшая по высоте, да, то есть всего лишь 4 пикселя сверху и снизу, что тоже очень плохо выглядит, да, она приплюснутая такая, прям давит на этот текст внутри. Здесь же, наоборот, вариант, она слишком огромная по высоте, очень большое расстояние, тоже выглядит крайне плохо и ужасно. И еще важный такой момент, помимо того, что есть опечатки, да, в кнопках, которые нужно обязательно подправить, нужно обращать внимание на то, как написан текст внутри кнопки. Это идет у нас кнопочка, смотрите, с заглавной буквой, да, и два слова, а здесь все идет капсом. Я понимаю, что в дизайне, может быть, захочется вам использовать капс, но тогда саму кнопку нужно делать больше, либо сам шрифт меньше, например, в этой кнопке мы можем уменьшить шрифт вместо 24, ну, давайте поставим, например, 12. И, может быть, она будет уже выглядеть аккуратнее и получше. Мы можем здесь поправить паддинги, например, по бокам, может быть, чуть больше их там сделать, ну, например, поставим по 24, да, слева и справа, это через автолейаут я сейчас делаю, и она уже может выглядеть интереснее. Ну, бывает такое, что в дизайне хочется, но рекомендация не использовать капс в кнопках, использовать только заглавную букву в начале строки, если, или в начале слова, если у вас кнопка там из нескольких слов состоит, либо из одного. Итак, друзья, давайте посмотрим. Первый способ, как создать кнопку, самый, наверное, простой, это использовать обычный rectangle. Итак, выбираем rectangle и рисуем форму нашей кнопки. Давайте мы сразу же зададим какой-нибудь размер, который нам нужен, например, 64 по высоте и ширина у нас будет, например, 320. Вот такая вот у нас будет кнопка. Далее мне нужно, конечно же, добавить текст. Соответственно, выбираю инструмент «Текст» и пишу название моей кнопки. Ну, пусть это будет идти просто кнопка. Тут я рекомендую вам разместить текст по центру вашего текстового блока. Вот таким вот образом нажимаем на три полосочки центральные, да, и размещаем по центру. Далее обратите внимание, что у меня высота моего текстового блока чуть больше, да, чем строка сама, в которой находится этот текст. Соответственно, давайте мы сделаем авто ширину и, соответственно, сразу же получим и авто высоту, четко по размеру моего текста. Ну и теперь все остальное просто. Я выделяю кнопку, вернее, фон и слово «кнопка» и теперь равняю по высоте и по ширине. Собственно, вот получилась у меня первая такая кнопочка простая, да. Далее я могу сделать какой-то другой цвет. Ну, давайте, например, сделаем какой-нибудь вот такой вот красный и перекрасим внутри слово. Это потому что мало контраста сейчас и мы не видим эту кнопку. Все. Теперь я могу объединить, нажав Command-G, либо Ctrl-G, либо выбрать Group Selection через правую кнопку. Соответственно, мы переведем это в группу, да. И теперь у нас появилась вот такая вот группа. Следующий способ – это создание фрейма, непосредственно в котором будет находиться наш текст. Ну что, мы выбираем фрейм, и здесь мы задаем тоже размер 320 по ширине, и у нас там было 64 по высоте. Далее мы перекрасим наш фрейм в какой-нибудь другой цвет, например, такой синий. И скопируем слово «кнопка» с зажатым альтом, перенесу сюда, во фрейм, и вот у меня получится теперь кнопка из фрейма. Да, получается, видите как. Здесь я могу сделать то же самое, что и с ректанглом. Например, я могу у ректангла закруглить углы какие-то, сделать его более user-friendly. Например, поставить 24, видите, закругление пошло. То же самое могу сделать во фрейме, тоже поставить закругление на 24. И получилась вот такая вот история у меня. И третий способ, который я считаю самый удачный и самый правильный, это использование автолейаута. Давайте посмотрим, как это работает. Я беру эту кнопку, копирую текстовый блок. Далее я перевожу этот текстовый блок в автолейаут, выделяю его и нажимаю Shift-A. На клавиатуре все. Мы видим, что у нас появился фрейм, и мы видим значок автолейаута. Теперь здесь все просто на самом деле. Мы заходим в настройки нашего автолейаута, выбираем здесь центральное расположение объекта, и теперь добавляем здесь ширину, которая нам нужна. Ну, давайте на глаз. Сейчас попробуем добавить 64 и 64. Собственно, вот так получилось у нас, да? Это внутренние паддинги. То есть, когда я буду менять размер текста, то кнопка будет сама деформироваться. Есть это, что очень круто. Давайте сразу перекрасим эту кнопку в какой-нибудь другой цвет. Например, возьмем, сделаем ее зеленой. Вот так, например. И теперь я хочу сделать высоту, поправить высоту. Здесь я могу с зажатым альтом просто подвигать высоту и найти эту позицию в 64. В принципе, я могу исправить и ширину тоже вручную. Но обратите внимание, что когда я буду что-то тут вносить, видите, у меня сразу же эта кнопка будет деформироваться, что очень круто. То есть, пойдет такое увеличение. Соответственно, я хочу пока оставить эту кнопку вот в таком виде. Но могу, конечно же, и исправить, и отрегулировать мои паддинги, которые находятся внутри, слева и справа. Точно так же я могу здесь выбрать и сделать закругление углов. То есть, опять же, выбрать 24. И вот у меня получилась вот такая третья кнопка с помощью Outlayer. Теперь давайте посмотрим, что еще мы можем сделать и как разукрасить. И что интересно мы можем сделать с этими кнопками. Во-первых, конечно, мы можем сделать с вами вариант, где у нас будет идти обводка на кнопке. То есть, мы добавляем обводку, здесь пишем, например, 4 пикселя, убираем заливку и обводку делаем зеленого цвета. И текст, например, у нас тоже будет зеленым. Соответственно, мы можем понимать, что данная кнопка у нас является вторичной. То есть, это идет Primary, считается, потому что она более визуально заметна. А это Secondary. То есть, у нас как бы два типа теперь кнопок существуют. Теперь мы можем сделать еще различные интересные эффекты. Ну, во-первых, мы можем оставить ее либо прозрачной. Мы видим, что она прозрачная у нас будет на интерфейсе. Либо она может быть залита каким-то цветом. Ну, мы сейчас разместим все эти кнопки на артборде. И так будет, я думаю, интереснее выглядеть и более понятно. Теперь мы можем сделать с вами такое решение, как Hover. Hover эффект — это когда мы курсор наводим на кнопку и что-то происходит. Ну, например, в данном случае давайте мы с вами сделаем либо добавим тень какую-то, да, либо сделаем интересный эффект обводки, да, такой. Давайте мы добавим строк и сделаем теперь не Inside, а сделаем Outside строк. И здесь мы поставим тоже 4, например. И сделаем не черный ее, а сделаем зеленый, но не такой, а вот, например, более яркий. Такой вариант кнопки может быть. Соответственно, когда мы подвели курсор, у нас кнопка, она будет меняться, да, с помощью интерактивного компонента, который мы чуть позже посмотрим. Кстати, по интерактивным компонентам можете посмотреть отдельное видео у меня на канале. Так, давайте добавим еще варианты. И еще какой может быть вариант такой кнопки? Это может быть вариант с какой-то красивой тенью, например. Давайте добавим тень, эффекты, Drop Shadow. И здесь вместо черного цвета мы, опять же, выберем зеленый цвет, например. И Blur мы сделаем, например, 24, да. И тут можно сделать чуть-чуть, тоже вниз еще больше спустить. Ну, например, сделаем на 8. И прозрачность уменьшу, да. Например, сделаем, ну, например, там 50, давайте 50% оставим. И тоже интересный очень пример такой кнопки, да. Более того, мы можем еще сделать вариант того, что эта кнопка у нас будет идти с небольшим градиентом. Давайте я добавлю Fill. И здесь я сделаю еще Linear градиент. И поменяю местами немного. То есть внизу у меня будет темный вариант. Давайте я выберу зеленый цвет и сделаем его таким темным. А сверху у меня будет идти, наоборот, чуть светлее. Чуть светлее, да. Вот такая заливочка у меня будет. Выглядит тоже довольно интересно. Единственное, у меня то есть сейчас 20% стоит, но я, конечно, хочу поставить здесь 100. Да, и у меня сбились цвета, естественно. Поэтому давайте мы еще немного поменяем их. Ну, например, вот так. Нижний цвет сейчас на самом деле уже не нужно. Можем его отключить. Собственно, вот такая кнопка у меня получилась вроде как с небольшим объемом. Далее, давайте посмотрим еще пример того, как можно сделать эффект нажатия кнопки, когда она плоская у нас. Например, вот это, да. Смотрите, у нас идет плоская кнопка. И мы хотим сделать эффект. Или давайте вот рядом просто разместим. Это мы сейчас двинем. Разместим рядом. То есть сделаем другой hover. И здесь мы сделаем с вами эффект того, что оно нажимается внутрь. Это очень просто сделать. Мы используем эффекты. И нажимаем здесь drop shadow. Мы выбираем inner shadow. Можем сделать, да. И вот сразу же, видите, появился эффект того, что оно нажато внутрь. Единственное, что... Давайте чуть больше сделаем blur. Например, на 12. И сделаем опять же не черным, а, например, каким-то более темно-зеленым. Таким образом, чтобы было интересно смотрелось. Вот кажется теперь, что она ушла внутрь, да. Как будто нажалось. Тоже такой интересный эффект ховера. Ну, еще один, конечно, вариант ховера. Это когда мы просто перекрашиваем, например, кнопку. И меняем, можем поменять там тень, например, да. Хотя это можно использовать для уже такого активной кнопки. То есть когда у нас сработал ховер, мы там подвели курсор, нажали. И у нас произошло какое-то изменение. Давайте посмотрим тоже такой пример. Здесь мы сделаем сейчас вот так копию. И здесь тоже сделаем вот так копию. Соответственно, у нас здесь получается уже три варианта кнопки. И мы это сейчас все еще сделаем интерактивным компонентом, чтобы можно было интересно поиграть. Собственно, давайте мы перенесем вот эту кнопку сюда, вниз. И здесь мы ее скопируем и сделаем заливкой, например. Да, то есть зальем, фил добавим и выберем вот этот зеленый цвет. Но мы можем его сделать вот таким и более прозрачно, например. Да, чтобы она как бы затемнялась. То есть вот такой еще ховер может присутствовать у нас. Давайте я чуть увеличу мой фрейм. И теперь сделаем интерактивные компоненты из этих кнопок. Что мы будем делать? Мы просто выделяем их и создаем интерактивные компоненты с помощью Create Component Set. Теперь у меня это идет одна группа. Давайте мы сделаем еще одну. И еще одну. И последняя у нас будет эта группа. Теперь я захожу в прототип, выбираю кнопку первую. И перевожу стрелочку на вторую кнопку. И здесь у меня стоит Change To. То есть это у меня используется уже интерактивный компонент. И здесь я могу сделать Instant. Оставлю Instant для того, чтобы прям было нажать. Моментально происходило изменение. Но не On Click сделаю, а сделаю While Hovering. То же самое делаю с следующей кнопкой. Здесь я делаю стрелочку. И здесь While Hovering. Но тут я буду использовать Smart Animate. Да, Smart Animate. И здесь у меня будет происходить Easy In Is Out. И здесь сделаем не 300, а 200 миллисекунд, чтобы было более быстро анимации. Соответственно, здесь тоже самое. Теперь у меня пойдет On Hover. While Hovering. Да, Smart Animate. И здесь тоже попробую поставить While Hovering. И здесь пульс будет 200, например. Окей. Так, и ставим. Хотя здесь можно сделать не Smart Animate, а можно сделать Dissolve. Для того, чтобы она как-то вот так вот там затемнялась. Хотя, в принципе, Smart Animate будет практически та же ситуация. Так, и теперь мы сделаем, собственно, вынимаем эти кнопки, скопируем их, да, для того, чтобы посмотреть, как оно работает на непосредственно уже нашем прототипе. Давайте создадим отдельный фрейм. И на него просто перенесем эти кнопки. Так, вот это будет первая. Это будет вторая. И это будет третья. И это будет четвертая у нас кнопка. Выровняем давайте их через Tidy Up. И теперь можно смотреть прототипы, то, как они будут меняться. Смотрим. Вот уже курсор. Видите, происходит как будто она вдавливается внутрь. Следующий вариант. Очень приятная анимация, видите, с таким строком, бордером. Следующий вариант, она просто становится более объемная. Хотя, может быть, стоит не делать, убрать этот градиент, а может быть, стоит сделать просто затемнение. И последний вариант, это такое затемнение через Dissolve. Тоже, как вариант, можно использовать такое решение. Еще один вариант, последний, который я бы хотел вам показать, интересный. Это когда у нас изменения происходят в форме самой кнопки. Давайте мы скопируем эту кнопочку. Единственное, что я отключу сейчас компоненты. И теперь она у меня будет, например, ровной. А я сделаю ее при ховре. Я буду менять ее, например, на 40 пикселей. Вот таким вот образом. Ну, тут давайте не прям ровной. Давайте сделаем тут 4 пикселя, например. Теперь я обведу их и создам еще один component set. И здесь сделаю переход с этой кнопки на вторую, конечно же, через while hovering. И здесь очень важно использовать Smart NMA, друзья. И так будет происходить у нас интересная анимация. Более подробно можете посмотреть еще другие примеры у меня на канале в других видео. Давайте посмотрим, что у нас получилось. И, оп, смотрите, как интересно она работает. То есть у нас происходит вот такая вот прикольная анимация этих кнопок. Ребята, надеюсь, это видео было для вас полезным. Мы посмотрели три способа по созданию кнопок. Надеюсь, вы будете их применять. Выберите тот вариант, который вам больше всего нравится и самый оптимальный для вас. Поэтому желаю вам успехов в ваших проектах. Не забываем ставить лайк под этим видео. Подписываться на мой канал. И в комментариях писать темы, которые вас интересуют. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...